Вот казалось бы, что может быть лучше, чем начать с понедельника новую жизнь? Быть здоровым, правильно питаться, заниматься спортом. Человек похудеет, помолодеет, у него улучшится настроение и самочувствие, но... У ЗОЖ есть темная сторона. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Подежурить в нашей скорой телевизионной помощи сегодня пришел Александр Муравец, главный врач Центра медицинской профилактики. Добрый вечер. Добрый вечер. И тему мы сегодня задумали интересную, спорную, неоднозначную, поэтому надеемся, что будет много звонков. Телефон 202-11-22. Все мы хотим быть здоровыми, все хотим как минимум не болеть. Но вот что мы под этим понимаем, давайте попробуем поговорить сегодня. Александр Владимирович, хорошее здоровье. Все мы хотим хорошее здоровье, наверное, да? А вот вы как врач можете сказать, вообще есть неправильное понимание самого этого процесса хорошего здоровья у нас? Конечно, есть. Скажем, не столько неправильное, сколько узкое понимание. То есть существует понимание, что отсутствие явно выраженной болезни. И это действительно раньше понималось так. Но вот сейчас мы только научаемся, но уже много научились измерять действительно само здоровье. А не просто, что человек не болен. Потому что, как вы понимаете, два небольных человека могут иметь абсолютно разные качества жизни. А вот давайте сначала послушаем. Мы спросили жителей города, что такое хорошее здоровье. Хорошее здоровье. Хорошее настроение в первую очередь. Скорее отсутствие проблем каких-то с ним. Утром встал, ничего не болит. Выспался. Вот получается хорошее здоровье. Заниматься спортом. Есть здоровую еду. Вовремя консультироваться с специалистами нужными. У меня его нету. Физическое, духовное, хорошее настроение. Когда можно пешком ходить далеко и долго. Не переедать, не перепивать, а мы не пьем. Я даже не знаю, к чему ответить. Что сказать-то. Отсутствие всяких хронических заболеваний. Заболеваний, ну, таких текущих. Я пью, курю и ругаюсь матом. Извините, мне это ничего не значит. Хорошее здоровье. Хорошее здоровье это у меня. Вот идешь, идешь, ничего у тебя не болит. Вот это здоровье. Ну, разве не правда? Ничего не болит, значит, хорошее здоровье. Не совсем. Ну, если вы спросите меня, я бы первое место отдал тому человеку, который сказал про хорошее настроение. Он, точнее, конечно, не совсем точно, но он попал больше всех на самом деле. Люди, которые говорили об отсутствии проблем, они правы отчасти, потому что проблемы могут быть как явно выраженными, так и скрытыми. И если ориентироваться только на это, есть очень серьезный риск пропустить что-то серьезное или даже того хуже очень серьезное. То есть тогда, когда проблема станет очевидной, она уже может иметь крайне серьезный масштаб. Не всегда, а даже, точнее, очень многие хронические заболевания, даже серьезные, а тем более факторы риска их развития, явно не проявляются. Мы о них не знаем. Да, мы понижим. Их можно выявлять. Для этого существует в том числе и наша служба. Вот, Александр Владимирович, как все-таки, прежде всего, как оценить, хорошее ли действительно у тебя здоровье? Ну, ничего не болит, еще не значит, что хорошее. Как оценить? Значит, ну, я бы вот назвал четыре фактора риска и четыре, так называемых, промежуточных фактора риска, четыре параметра, которые нужно измерить. Вот, а потом еще дам просто определение всемирного хозяйства здравоохранения. Значит, первое. Хорошее здоровье не может быть на фоне неправильного питания, недостатка движения гипотиномии, курения и излучения алкоголем. Это основа. Да, как раз здесь, может быть, тот вариант, кто-то говорит, а я же курю правильно, пока нет. Нет, но уже вот этот вот деструктивный процесс, он пошел, и он проявится, и, возможно, будет поздно тогда, когда проявится. То есть это вот первый уровень, четыре базовых фактора риска. Второй – это четыре измеряемых параметра, которые каждый культурный человек, а мы вот много говорим о понятии культуры, здоровья, должен себя знать. Первое – это индекс массы тела, который можно… Ну, здесь много параметров, но суть – это все, конечно, про соотношение массы, там, то есть про наличие или отсутствие избыточного веса. Это может быть просто вес, это индекс массы тела, как более важный показатель. Это окружность талии, особенно значимая, кстати, что интересно, у мужчин более значимая, чем у женщин. А потому что у мужчин практически весь жир откладывается именно в этой зоне, и очень четко коррелирует с их риском, а у женщин там все сложно, вот, жироотложением. Значит, и импеданс метрии, как продвинутый метод, который позволяет определить соотношение жира, воды и мышечной массы в организме. Это все один блок, вес мы его условно называем. Второй блок – это артериальное давление, который тоже, это не так просто, не просто там отдельная циферка, есть тоже технолог, как правильно мерить, сколько нужно мерить, но глобальное артериальное давление. Третье – это глюкоза крови, опять же, там много тонкостей, это может быть литированный гомоглобин, не просто глюкоза. И четвертое – это холестерин, а точнее липидный спектр. То есть, вот это вот субъективные, поведенческие, объективные параметры, которые определяют здоровье. А ВОЗ определяет здоровье, как состояние полного физического, душевного, социального, сексуального комфорта. То есть, почему я сказал, что настроение – очень точное слово, потому что здесь ключевое слово – комфорт. То есть, если плохого ничего нет, а и радости нету, это не совсем то. Это уже нехорошо. Да, уже нехорошо, да. Поэтому этот человек был более точен. Надеюсь, вы запомнили вот эти четыре позиции. Достаточно просто, получается, проверить, сдать анализы. Так есть где, конечно, диспансеризация, собрознодорожье. А я хочу сейчас еще один видеосовет о том, как оценить состояние своего опорно-двигательного аппарата. Это совет от адепта здорового образа жизни Дмитрия Шипули. Давайте посмотрим. Всем привет! Сегодня мы вот сделаем упражнение, которое называется «Сеть встать». Это тест, который разработали бразильские врачи. Как он выполняется? Очень простой. Нужно поставить ноги, скрестить. И затем без помощи рук сесть на пол. Это будет 5 баллов, потому что я не коснулся ни рукой, ни коленом, ни бедром. И вторая часть упражнения из этого же положения нужно встать. Вот это я выполнил упражнение на 10 баллов. Минус балл был бы у меня за каждое касание коленом, бедром, ягодицей, рукой, локтем. Или, как если бы я упирался при вставании ладонями в колени. То есть за каждое касание был бы минус 1 балл, минус 1 балл. Значит, бразильские ученые высчитали, что если человек выполняет упражнение на 8 баллов и лучше, то, в принципе, это нормально. Он проживет достаточно долго, если ему за 50. Но если он, например, выполняет упражнение на 6 и менее, то это очень плохо. И у него высокий риск в течение 5 лет умереть. То есть это тест, который позволяет судить о нашей опорно-двигательной системе. Поэтому попробуйте сделать дома. И для вас будет зачетом отличная оценка, если вы сделали на 10 баллов. Если вы сделали на 9 баллов, это будет хорошо. И на 8 баллов это будет удовлетворительно. Если ниже, то это удовлетворительно. И в любом случае нужно заниматься своим телом. Всем спасибо. Всем пока. Ну вот я вчера пока готовилась к программе, конечно же, попробовала сделать упражнение. Честно говоря, мне даже удалось сесть, встать похуже. Но, по крайней мере, обнадежило, что не все так плохо. На восьмерочку где-то примерно тянем. Ну, мы приняли решение с вами и с нашими зрителями, что начинаем здоровый образ жизни, да? Приняли? Приняли. Сейчас выработаем стратегию. Если вы только что подключились к нашей программе. Сегодня у нас в студии Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики. Мы говорим о том, что такое здоровый образ жизни, истинный и мнимый. И телефон в нашей студии 202-11-22. Кстати, если у вас есть советы, относящиеся к здоровому образу жизни, можете поделиться. Правда, мы с удовольствием послушаем, может быть, как-то прокомментируем. Итак, все мы знаем, что движение – это жизнь. И, наверное, как мне кажется, с этого и надо начинать, да? Да, безусловно. Но если человек много лет до этого совершал приседания только на диван, то стоит ли ему встать пораньше утром, побежать в спортзал, взять штангу, начать активно заниматься? И к чему это все приведет? Не стоит не бежать в спортзал, не бежать вообще и не брать штангу. Человеку стоит взять рекомендации ВОЗ или послушать меня, или посмотреть на сайте тот минимальный необходимый уровень, который, на мой взгляд, просто смешной, просто несерьезный. Это 150 минут в неделю физической нагрузки, умеренной физической нагрузки. Это очень легко посчитать, что такое 150 минут в неделю, это или 5 раз по 30 минут, да, или, соответственно, 3 раза по 50 минут в неделю. Ну, то есть, согласитесь, вообще-то ни о чем. Ну, ни о чем, да. Вообще-то ни о чем, и в тех случаях будет дальше. Какая должна быть нагрузка? Нагрузка должна быть умеренной. Как понять, какой для данного человека уровень физической нагрузки целесообразен? Здесь, конечно, время ограничено. Я все-таки очень коротко скажу, что есть понятие пульсовых зон. Я, наверное, не буду приводить формулу, хотя, или привести. Давайте коротко скажу. Значит, первое, что человек должен сделать, это взять 220, вычесть оттуда свой возраст. И это будет, так называемый, максимальный пульс. 220 минус возраст. Да, вроде бы просто. И умножите цифру на 0,6 и на 0,8. И получится вот такие ворочи. Сначала 0,6, потом на 0,8. Да, да. Вот между них нужно держаться. Я, конечно, сильно упростил. Нужно почитать, послушать. Но нужно понять саму концепцию. Вот. Это хороший пульс, который будет обладать и тренирующим эффектом, и жиросжигающим эффектом, и не будет иметь... То есть, когда у тебя стучит в висках, и ты задыхаешься, это не полезно? Очень много, очень много печальных случаев, да, мы видели. Так вот, если человек начинает заниматься правильно, то есть вот на правильном пульсе, хотя бы 150 минут в неделю, исследование показывает, с первых же дней у него начинает снижаться риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. О чем, Дмитрий Сурович, говорил? С первых же дней. А вот он-то этого не знает. Он этого не знает. А дальше-то все только интереснее. Если он продолжит заниматься, а кто продолжает заниматься, опыт показывает, люди, как правило, это, конечно, ненормально мало. Люди, как правило, удваивают это до 300 минут в неделю. Вот это уже стабильно, на этом можно и остановиться. 300 минут в неделю. Это тоже, согласитесь, не прям вот профессиональный спорт. Ну, условно говоря, три раза по два часа. Да, да, то есть это вот это где-то, значит, и если он продолжает заниматься, у него продолжают уменьшаться сердечно-сосудистые риски, а параллельно начинают метаболические процессы стабилизироваться. А это что? Это снижение веса, и это снижение риска развития сахарного диабета второго типа, понижение сахара в крови, понижение холестерина в крови. Но главное, конечно, снижение риска развития сахарного диабета второго типа. Только от физкультуры. Мы пока говорим только, да, но питание важно. Ну, мы сейчас к нему перейдем. Ну, перейдем, да. Разорвать нельзя. Вот у меня когда спрашивают, что главнее, кстати, даже может быть питание чуть, ну, невозможно разорвать. И дальше еще более интересно. Если человек продолжает, ну, уже как бы мы переходим от месяцев к годам, тогда наряду с продолжением снижения риска сердечно-сосудистой смерти, наряду с метаболической стабилизацией, снижением риска развития сахарного диабета и нормализации веса, у него начинают снижаться еще и риски развития онкологических заболеваний. И каких самых уносящих жизни. То есть это и рак молочной железы у женщин, и колоректальный рак у обеих полов, у мужчин и у женщин, который просто является сейчас, скоро, наверное, станет убийцей номер один. Во всем мире он становится колоректальный рак. И так, то есть самых таких серьезных локализаций. То есть вот одним небольшим вмешательством, тремястами минутами невысокой нагрузки, можно добиться таких же... Ну, прям не верится даже Александр Владимирович. Конечно, самый краткий мой семинар по физической нагрузке длится не менее часа, поэтому, конечно, я многое опустил сейчас. Немножко коротко получается, но тем не менее концепция, я думаю, удалось довести. Вот смотрите, многие идут в спортзал для того, чтобы... А дальше под ЗОЖем подразумевается похудеть. Пойду заниматься в спортзал, похудеть надо. Занимается-занимается, не худеет. Да. Почему? Ну, значит, во-первых, две вещи. Вот я еще собираю, когда группы или индивидуально работаю с пациентами, вот, допустим, желающих ходить, я говорю, какое вот цель и полагание? Говорит, похудеть. Я говорю, если подумать, я говорю, все равно похудеть. Я говорю, вы не правы. Или у вас неправильное телеполагание. Нормальный человек, здравомыслящий, он должен поставить себе цель какую? Снизить свой вес. Раз. Добиться, чтобы этот эффект был стабильный. Никто же не хочет снизить, а потом набрать больше, да еще заши жира. И третье. Ну, что так бывает. Не повредить себе ничего в организме. Я говорю, вы что, готовы заплатить за это, допустим, холеститом, панкреатитом, болезнью? Ну, конечно, нет. Если это не проговорено, да, если это не входит в концепцию, это может случиться. То есть это вот первый момент. Второе, конечно. Если говорить о питании и физической активности в плане снижения веса, я бы чуть-чуть дал приоритет питанию. То есть одной физической активностью не достичь результата. Значит, все-таки худеем мы за счет правильного питания, а красиво и правильно худеем, присоединив туда правильную физическую активность. Я бы в таком порядке. Хотя, конечно, тут копи ломаются. Это примерно, знаете, как палочки Твикс. Вот принципиальные разделения, да, в роли между правой и левой палочкой. Но я чуть-чуть бы отдал приоритет питанию. И даже, знаете, в какой степени? Вот мужчины иногда очень радуются. У людей у многих есть мышцы. Ну, у мужчин особенно, так называемые эндоморфы. Вот. Они когда-то занимались физкультурой, а потом заплыли, что называется, да. И он чуть-чуть начинает правильно питаться и начинает ходить в спортзал. И он вдруг это, ну, красивеет, контурируется. И он думает, что он накачался. Это не совсем так. Ну, все равно, конечно, он на правильном пути. Главное, что красивый. Но главное, что просто под, извините, слоем жира, и у женщин та же ситуация бывает, да. Мышцы, они еще, они пытаются, они дают нам шанс. Они сохраняются довольно долго. Можно себя довести до того, что там уже под этим слоем жира ничего не будет. Вот. Это там плохая запущенная стадия. Но она не наступает не сразу. И вот этот вот первый эффект вот этой радости и счастья, что так все сработало, это скорее уменьшение этого слоя жира и проступание здоровых, красивых контуров тела, которые были, но они были не видны. И наоборот, совершенно бесполезно просто пытаться накачать мышцы. Они никогда не проступят через слой жира, просто потому что так у нас устроено, что мышцы более глубоко, а жир на них расположен. Ох. Да. Мы перешли... К питанию. Незаметно, да, к питанию уже. И что касается питания, тоже опять в первую очередь люди ставят цель, многие похудеть, и бросаются в крайности. Безбелковая, безуглеводная диета. Сейчас их просто столько, что открывай интернет, читай и выбери для себя, что тебе попроще будет делать. Значит, говоря о питании, тут, конечно, и часа не хватит. Это вообще огромная тема. Тем не менее, постараюсь тоже, значит, сказать, что это концептально. Значит, первое. Почему не работают диеты? Вот прошу никого не обидеться, потому что вы их, дорогие граждане, не соблюдаете. Есть вот такая жесткая формулировка, что худеть нужно примерно столько же, сколько вы набирали вес. Но я даже, это вообще, это печальная формировка. Слушайте, ну не так долго. Но когда, опять же, я беседую с пациентами, и когда мы проводили вот эту свою замечательную акцию «Живи легче», когда у нас 70% людей, в том числе чиновников, которые не имеют ни времени, ни мотивации, не хватает ничего, прекрасно похудели. 71% нас значимо похудел. Так, слушайте, наши худеющие граждане сутки не выдерживают. У нас непрерывно сутки. Я вам хочу рассказать, потрачу минуту, режим дня среднего худеющего. И это здоровый завтрак у всех, отличный по канонам. Приход на работу, тут стресс, вызов к начальнику, или наоборот, неэффективный подчиненный, забыл про все, то, 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 то. Короче говоря, в середине дня забыл, что он на диете. Вот, дальше приход домой, две линии поведения. Или комплекс вины, попытка ничего не есть, чтобы как-то скомпенсировать вот этот вот срыв, который был там. Или второй вариант, ладно, сегодня уже все равно сорвался в обед, сорвут еще раз, завтра начну. Или третий вариант, если каким-то чудом удался более-менее приличный обед, приход домой, ну ладно, я могу себя чем-то вознаградить. И когда видят мое лицо, вот, слушайте, а что нельзя, я говорю, слушайте, себя вознаградить можно. Но вы понимаете, вознаградить себя обильным ужином за здоровый завтрак, это слишком частое вознаграждение. Ну, вы вознаградите себя раз в месяц как-то. То есть, понятно, о чем я говорю. Мы, я не говорю про годы, но большинство худеющих не способны сутки побыть в концентрированном, осознанном состоянии правильного питания. Сутки, то есть, о чем мы тогда говорим. Поэтому никакая диета не сработает. И наоборот, кстати, есть граждане, у которых срабатывают все диеты. Да почему-то они их просто соблюдают. Они их просто соблюдают. Ну, хотя бы недели. То есть, мы не говорим о чем-то из ряда новоходящих. Это вот первая глобальная вещь. Вторая, она связана с этой. Не хочу ругать ни кето, ни интервальное голодание, ни высокобелковую диету. Можно на них похудеть? Можно. Есть две больших мины в этих экстремальных диетах. Они не прощают ошибок. То есть, вход в них и выход из них – это чрезвычайно серьезная нагрузка на организм. И если человек худеет, так как у нас большинство худеет, да, сегодня худею, завтра не худею, это очень небезвредная раскачка получается. Вначале для желудочно-хишечного тракта, потом для почек и так далее. Плюс, опять же, они все позволяют худеть через перегрузку организма. Поэтому мы твердо стоим на классических принципах правильного питания. 12 принципов правильного питания ВОЗ. Они везде изложены. Вот. И у нас на сайте можно посмотреть. Она, чем хороша эта диета? Во-первых, тем, что ее легче соблюдать, тем, что она прощает небольшие отклонения, не требует до этого слишком высокой цены. Ну, сейчас переел, но завтра не доешь немножечко, и ничего страшного не существует. Вот я почему по этому рекомендую особенно начинать с классики. А худеют на ней тоже люди прекрасно. И у нас вот в «Живи легче» все похудели на классики, на базовых принципах правильного питания. Вот вам надо общегородской марафон устроить для нас для всех. И да, можно сейчас скажу, 7 основных причин, почему не худеют. Конечно, их я могу 37 перечислить. Я считаю, что, ну не то, что я считаю, все так считают. Это, наверное, примерно из-за трех избытков и четырех недостатков. Я вот так, чтобы люди меня запоминали. Значит, вот сразу сейчас вот запомните и у себя считайте. Первое, избытки, да, три избытка. Первое, это быстрые углеводы, то есть сладкое. Я бы рекомендовал на первом этапе исключать. Почему? Потому что слишком это высококалорийные, слишком деструктивные процессы быстрые углеводы вызывают в организме. Вы не сумеете их оттетровать столько, сколько нужно. Хотя бы для разминочки исключить, значит, быстрые углеводы. Второе, ошибки в подсчете калорийности из-за некоторых плохо видимых высококалорийных компонентов. Это масло, классический масло, причем даже и полезное масло, неважно. Мы, как правило, не учитываем масло, используемое при приготовлении пищи. Оно здорово сбивает калораж, причем от жареных продуктов до элементарных салатов, да. И, значит, третье, это увлечение правильными продуктами и мнение о том, что правильных продуктов можно есть сколько угодно. Вот это вообще, скажем, с моей точки зрения такой-то топ-ошибка, да. Человек открыл для себя, что рыба, рыба, жирная рыба полезна. Она, конечно, полезна, значит, но сколько она содержит калорий. Вот это вот три основных избытка, и теперь перечитаем четыре дефицита. Недостатка. Это воды, это сна, это белков и это клетчатки. Вот я сейчас минуту рассказал, кто вот это... Причем это почти все знают, мне кажется, или нет? Ну, надеюсь, что все знают. Мы все все знаем. Да, и почему важно, смотрите как, это вещи... Есть вещи тонкие, и мы их настраиваем. Вот если эти базовые не соблюдать, тонкие не помогут. И категорически недопустимая так называемая редуцированная диета. Ну, или там диета листа салата. Я ничего не ем, я вроде похудею. Почему? Потому что потеря веса здесь пойдет у каждого человека. Особенно для женщин это вредно. Идет за счет мышц. И здесь развивается феномен спирали, или витков, или как угодно, откатов. То есть постоянно организм думает, наверное, война. Наверное, меня больше никогда не будут кормить. И когда происходит срыв, а как мы уже сказали, для наших людей срыв – это не исключение, а норма, идет дикое запасание, причем в виде жира. А похудание идет преимущественно за счет мышц. Почему? Потому что организм тоже не дурак. И он считает, если завтра война, или, скорее всего, уже война, эти вот эти мышцы, их никто не использует. А почему не использует? Потому что не занимается физической культурой. А они в покое жгут энергию, никакой пользы от них нету, с них начинается похудание. А потом откладывается в виде жира, и человек у себя перерабатывает вот эти мышцы в жир. И мы видим таких, в первую очередь, к сожалению, женщин и мужчин, только чуть попозже по возрасту, не буду описывать, все прекрасно понимаете, как выглядит этот человек, который на каждом витке загоняет мышцы в жир, и в конце концов с одним жиром остается. Окей. Александр Владимирович, еще хочу, чтобы мы с вами успели послушать еще один опрос. Тем самым, перейдя к заключительной части, что, собственно, мешает нам. Все же мы это знаем, считаем, что мешает. Так вот, зачем нужно хорошее здоровье? Давайте послушаем. Как, для чего? Для хорошей жизнедеятельности. Не будет здоровья, не будет ничего. Чтобы хорошо жить, работать, чтобы дома все было хорошо. Чтобы не болеть. Лично мне нужно для семьи, для моей родителей, чтобы не переживали. Чтобы жить и наслаждаться жизнью. Спасибо. Иду в теннис играть. Хорошее будущее. Не будет здоровья, не будешь работать. Не будешь работать, не будет денег. Чтобы я мог нормально функционировать в жизни. Допустим, банально пробежаться. Так семья не только для себя, и для жены, и для тещи, и для детей, и для внуков. Это основа всего. Если не будет здоровья, не будет ничего. Ну вот, не будет здоровья, не будет ничего. Какая мотивация все-таки самая правильная? Эти результаты этого опроса мне очень понравились. Конечно, здесь большинство граждан правильно понимает здоровье. Знаете, я хочу чуть-чуть вернуться к теме, которую нельзя не сказать, к новой коронавирусной инфекции. Она показала очень многое, правда, увидели, кто что хотел в ней. Тем не менее, вот, есть такое мнение, что коронавирусная инфекция загнала людей в квартиры. Они стали там пить, больше курить, меньше двигаться, не прорезают в дверь, едят непонятно что, впадают в депрессию. Я знаю и других людей, и немало, для которых это было моментом, у них образовалось время. Они задумались о здоровом образе жизни. Они впервые получили возможность не торопиться и позавтракать, сделать утреннюю гимнастику, продумать заказ продуктов, которые, кстати говоря, доставки у нас сплошь бесплатные, работают во всех магазинах, начать делать какие-то комплексы физических упражнений дома и существенно оздоровелись. Так я к Чебельчам говорю, пандемия у всех была одинакова, а выбор люди сделали разный. И вот это может быть такой ключевой момент. Вот мы с своей стороны, вот передача, которая сейчас идет, она, я считаю, самое большее, что может сделать, это помочь людям в этой точке действительно серьезной, в точке водораздела, в точке испытания, которого ранее человечество не видело, сделать правильный выбор. А второе, что показала пандемия, она действительно показала о том, что здоровье, оно не для красоты, оно для жизни, и мы знаем эту ужасающую статистику, в разы ожирение повышает летальность при новой коронавирусной инфекции, тяжелое течение, сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, которая во многом болезнь образа жизни. То есть вот две вещи, я вот в последние минуты хочу сказать, первое, коронавирусная инфекция показала то, что это не о красоте, и не о внешности, и не о чем-то, и не про похудение, на самом деле, это очень грубо про то, жить или не жить здорового жизни, это первое. И второе, что испытания, даже такое серьезное, как коронавирусная инфекция, это не предумышленная предрасположенность к чему-то одному, а это точка выбора водораздела, и у каждого человека остается выбор, и каждый решает сам, и я призываю это выбор сделать правильный. А все равно все читают, ищут, и мечтают найти вот эту волшебную таблетку, там, ягоды Годжи, сердцевину ананаса, вот это все принимать, и все, и все будет наступить нам в счастье. И тут я не могу сказать, как этого избежать, но я могу, по крайней мере, сказать, как с этим разобраться. Возвращаемся немножко к началу. Не все изменения видны, но у нас есть буквально 3-4 анализа, которые показывают на правильном ли пути, которые вы можете пройти при диспансеризации и в центрах здоровья. Вы выбрали для себя ягоды Годжи, выбрали для себя китайскую гимнастику, выбрали 8 зерен пшеницы в 3 часа ночи обязательно съедать. Я ни с чем не хочу спорить, но вы через полгода этих своих изысканий сходите еще раз в центр здоровья, посмотрите свой индекс массы тела, глюкозу, холестерин, артериальное давление, и если оно стало лучше, продолжайте. А вот если хуже или нет, тогда задумайтесь о том, на правильном ли пути вы находитесь. Да вот мне кажется, вся и проблема в том, что это отложенные результаты. То есть когда ты, как сказала девушка, с одной стороны весело и смешно, да, но а что потом? То есть не верится же в данный момент? Конечно, и оно отложено. Девушка-то молодая, у нас есть запас здоровья, где-то до 30-40, и можно делать почти все, что угодно, мы этого не чувствуем. А потом мы вроде бы стараемся, а уже чувствуем все то, что было сделано раньше. Ну, да, это так. Ну, вот, собственно, что могли, что успели. Что успели. Мы сегодня рассказали, да, Александр Владимирович может рассказывать много интересных и, что самое важное, очень полезных вещей. Ну, подумайте, пожалуйста, о своем здоровье, правда. Позаботьтесь о нем, пожалуйста, будьте здоровы. А мы прощаемся с нашими зрителями. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин